Значит, проклят, кто подставляет ножку слепому, кто сбивает слепого с пути. Я когда-то вам объяснял, что в каждой заповеди есть духовный глубокий смысл. Трудно найти такого подлеца, который бы сбивал настоящего слепого, реально, вот просто толкал бы его, или там натягивал бы какую-то проволоку перед его ногами, чтобы он упал. Но в этой заповеди есть гораздо более глубокий смысл. Слепым является любой человек, который чего-то не понимает, например, юридических или экономических тонкостей. А тот, кто понимает все и благодаря своим знаниям обманывает незнающего, то этот человек подставляет ногу слепому. Например, банковский служащий или какой-нибудь там менеджер по продажам дает вам какой-нибудь лист там подписать. Подпишите вот здесь ваши обязательства, а там внизу мелким-мелким шрифтом написаны все опасности этого договора. А у тебя и очков нету, то ты вообще не любишь тебе бумаги читать. Ты не читаешь этого обычно. Да подписывайте быстро, все хорошо. А он-то знает, что ты сейчас подпишешь, и твоя квартира через три месяца будет там не твоя. Или же тебе нужно будет там почки свои вырезать и продавать, чтобы расплатиться с долгами. Он это знает. А ты не знаешь, ты слепой в это время. Во время подписывания ложного договора ты слепой. А тот торопит тебя, говорит, давай, давай, быстро подписывай. Он-то знает, все, он зрячий. И он тебя толкает просто в яму, просто убивает тебя сейчас. Сознательно. И вот закон говорит, проклят всякий, сбивающий с дороги слепого. Слышали? И весь народ говорит, аминь. То есть все жулики, все махинаторы, все вот эти шахермахерщики, которые пытаются обдурить старую бабку, значит, выдурить с нее последние деньги с этой карточки пенсионной. Которые звонят там телефонные мошенники, всякие там, через юридические всякие сложности там, квартиры выдурят у людей. Закон сказал еще когда-то давно. Ты просто пользуйся чужим незнанием. Ты пользуйся чужой слабостью. У старика там нету рядом никого молодого, никто не подскажет. И ты его обманываешь. Проклят такой человек, слышите? Проклят.